Всем привет! Сегодня 22.08.2023. Вы с Олегом Соскиным на моем большом канале. Пришел сделать еще сегодня вам одно видео, думаю, очень важное. Оно подтверждает то, что мы с вами обсуждали в предыдущие разы, что в Москве и в Российской Федерации они определились уже окончательно, на взвесе всех факторов, за, против, что, ну и, собственно, Путин и все другие уже про это высказывались, да и европейские лидеры, тот же Брелли и другие, что если, да и американские, что если Украине не давать оружие и деньги Запад не будет давать, то максимум две недели Украина сможет осуществлять вот еще боевые действия, и, а дальше ей надо по-любому договариваться с Российской Федерацией, ну и с Путиным. Первое. Второе. Очень четко видно, что Путин определился, что он идет в президенты на следующий срок. В связи с этим очень важно вот как бы сбурение со стороны этого, его первого зам, этого, секретаря Совета Безопасности Патрушева, так сказать, специалиста по рязанскому и всем другим видам сахара. Как известно, Путин обещал Патрушеву, видимо, при свидетелях, что его сын Дима станет преемником Путина. Но, видимо, аж как говорят, мое слово, хочу, даю, хочу, забираю. Сегодня дал, завтра забрал. И, видимо, Путин и его ближайшее окружение, Ковальчуки и все остальные, так сказать, их там много-много всяких таких ключевых, они говорят, ну что ты будешь ему отдавать? Кто такой Патрушев? Кто такой его сын? Ну, министр, там ты его сделал, аграрной политики. Ну, пусть он занимается сельским хозяйством, надо экспорт, зерно экспортировать. Есть чем ему заниматься. А президентом можешь только ты быть. Ну, потому что они понимают, что если придет Патрушев практически, и его сынок, сынка вы видели, то тогда война, как говорится, как это, развод и девичья фамилия, да? Поэтому все понимают, что нельзя Путина им отдавать, поскольку Путин – это баланс, который позволяет каждой башне Кремля жить в определенном пространстве. Поэтому все хотят, чтобы он еще побыл, так сказать, в еще один срок, иначе наступит, если он приляжет на лафете, как в песне поется, в жабхадюкинге, то будет собачья свадьба, и будет 150 претендентов на эту, так сказать, кремлевскую усадьбу. Поэтому никому эта собачья свадьба не нужна. Тем более в виде Патрушева, главного Кобеля. И вот исходя из этого, Патрушев понял его вся эта верхушка, что как бы этот кресло уезжает от него, от его сына, и он не сможет его взять. И главный враг для него – это армия, игру. Ну и вот они начали там выступать, чтобы Путин убрал типа Шойгу и Герасимова. Ну, на что, видимо, Путин им Шойгу сказал, говорит вам, как говорится, фиг вам тут, вот вам ферма вот другая, вот амбар, вот кладовая, что мне тут три минуты срублевки, и вам, как говорится, саблей по морде всем. Поэтому, конечно, Герасимов и Путин, и Шойгу – это огромная верхушка, огромнейшая, даже не айсберга вообще, огромная всей системы. Там идут сотни миллиардов долларов, там люди, ВПК, там это заказы, война, 2 миллиона, больше 2 миллионов армии, из них 1000 миллионов 300 тысяч, это военнослужащий на фронте с Украиной до 400 тысяч, ну, это вообще-то, это даже представить себе нельзя. Там траты на войну, вот на оборону в месяц сегодня составляют порядка, уже приближается цифра к 12 миллиардам долларов в месяц. Можете себе представить цифру? Было 10, сейчас они выйдут на 12 миллиардов, где-то в сентябре, в октябре, так точно будет, 12 миллиардов, это 12 миллиардов долларов в месяц, бюджет Министерства обороны и всего-всего, то, что оно так или иначе на что влияет и с чем занимается, это просто, а есть еще деньги, которые в других статьях идут. Поэтому понятно, что Путин этих ребят трогать не будет, потому что они все это держат, через них все это идет. Но понятно, почему возбудилась Патрушев и его, так сказать, эти все кагибистские элементы, потому что под ними все трещит, и Патрушев стал выступать, и про Японию выступил, и про западные страны, то есть он пытается показать свой вес, а веса нет. И более того, есть этот ультиматум, что надо убрать Минобороны, руководство, но Путин расценивает это как предательство. Поэтому я думаю, что у Патрушева должны быть в ближайшее время какие-то тяжелые обстоятельства и у его сына, потому что Путину он не нужен. Ну, правда, тут есть один вариант. Когда-то Хрущев начал просить про своего сына, он в плен попал к немцам, а он говорит, я не меняю, типа, там, лейтенантов на маршалов и так далее. Ну, и там казнили сынах, как я так понимаю, быль такая и есть. И Хрущев этого не забыл, и потом он организовал переворот, и был одним из главных организаторов уничтожения Сталина. А так вообще Сталин его не боялся, говорил, да, это наш Никитка, пусть потанцует. Вот так бывает. Поэтому, конечно, с Патрушевым тяжелая ситуация. Но вполне возможно, что Путин расценивает как наезд, это и как предательство. Ну, а с предателями известно, как он поступает, как говорится, бритвой по горлу и в колодец, да, как там джентльмены удачи. Ну, посмотрим. Давайте понаблюдаем за этим сюжетом. Но что самое важное? Самое важное, что Путин определился, что с Украиной ему дальше нечего воевать. Это абсолютно непродуктивно, бессмысленно. Украинцев победить практически невозможно. И надо бить Запад. Итак, я вам дал видео, там, где показано, что он будет готовить, готовится африканская компания. То есть, Вагнер и уже Пригожин, там Уткин, уже все эти ребята, они зашли в Африку, и там уже план разработан. И так чувствуется рука Суровикина, чтобы там мне не говорили. Я думаю, там Попов должен появиться, вот тот, которого типа убрали. Вот эти все диссиденты, которые в Украине там настаивали, что там надо воевать, еще, ну, как сейчас Патрушев волну гонит, что надо воевать, мобилизация. Какая нафиг вы мобилизация? Ну, Патрушев, ну, вообще, Путин в политэкономии и финансах не понимает. А Патрушев, это просто смешно, это просто, на лицо его посмотрите, как говорится, там все понятно, все написано. Какая мобилизация, если уже у них сейчас огромный дефицит рабочей силы? Уже предложений больше на работу, вакансий, чем желающих. И причем это растет прямо уже десятками процентов. Еще одна мобилизация, и вообще некому будет в России работать. Поэтому Путину же объясняют, знающие люди, ты что, какая мобилизация, надо эту бойню с Украиной прекращать немедленно. Поэтому, я думаю, они принимают сейчас новое решение. И заявление вот этого Вагнера, который уже пригожен в Африке, и туда уже приехало минимум полторы тысячи новых вагнеровцев, которые были инструкторами, как я понимаю, в Беларуси. То есть, они сейчас будут готовить вот эту африканскую армию, ну, там, в Западной Африке, вот Россия, чьи Африку хотят. Они это видим. Ну, посмотрите мои видео, я там вам даю этот анализ. Но самое важное другое. Что сейчас заявил Пригожин, что надо, вот, величие России, бороться за величие России. А вот теперь я вам, почему хотел это видео сделать, я думаю, оно очень в этом плане классическое. Это видеообращение Путина сегодня, 22 августа, у них день государственного флага. Смотрите, что он заявляет. Ну, дорогие соотечественники, соотечественники, да, мы не российские граждане, а соотечественники, прямо как Сталин. Мы отмечаем день, мы не он, не народ России, а мы все, да, то есть он государственного флага. Дальше он говорит, что у наших знамен, как и у нашей державы, тысячелетняя история. Ну, хрен тебе там тысячелетняя, у вас вообще там, вы так сказали, незаконную создали Российскую Федерацию в 91-м году. А он говорит, тысячелетняя, русские дружины, какое ты отношение имеешь, московиты, вообще, у графины, там, татары, тюрки, хазары, какое вы отношение имеете к русским дружинам? Поднимали над своими полками стяги с образом Спаса нерукотворного в 19-м веке. Не, не, Спаса нерукотворного в 19-м веке на официальных зданиях развивался черно-желто-белый флаг Российской империи. Слышите? Больше 70-ти лет 20-го века наша страна прожила под красным флагом, именно этим знаменем была выстроена победа в Великой Отечественной войне. Дальше. Все исторические флаги, символы России требуют уважения со стороны граждан, всех общественных сил, представителей власти, потому что они отражают непрерывность. Слышите, выделено. Непрерывность развития нашей нации и государственности. Это интересно, какая нация и какая государственность. Но важно для нас то, что он выстраивает всю систему, тысячелетия. Но, конечно, особое отношение к бело-сине-красному. То есть это наш официальный государственный флаг, который был утвержден в этом качестве, знаете кем? Петром Великим. Чувствуете, да? Чувствуете момент? Кто сделал Северную войну, кто 22 года воевал в Балтии в Северном море, там не Петр Великий со Швецией, там вот с другими этими странами, там и так далее, и так далее. Трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной. Нашей страной. Какой вашей страной? 22 августа 1991 года. С этим флагом мы, видите, он все время подчеркивает, что он единое, единое. Что ООН, Россия, все, народ, нация, нация, ни хрена себе. Если оказывается такая нация. Преодолели немало трудностей, испытаний, но по сути, слушайте, восстановили суверенитет нашей страны. Россия тысячелетняя страна и цивилизация. Как там? У Латвии, в Литве, Эстонии, там как там? Ничего там не вибрирует в Польше. Дютью, дютью, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, как вы там, Исландия троллевали, да? Чувствуете раскаленную сковородку? Наш государственный флаг – это символ нашего единства. Я уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас, вдохновлять, идти только вперед, золотые мои. Куда вперед? Может, вперед, назад, да? Влево, вправо – нет. До победы. Утверждать славу России, золотые мои. Утверждать славу России до победы. С праздником важного, дорогие друзья. С днем российского флага. Важное, вот, с днем российского флага. Вот его, так сказать, очень небольшое, но очень емкое, так сказать, выступление. Что он говорит? Что есть российская нация, что есть российская держава, что он ей тысячу лет, что они будут идти до победы, что они всегда шли с победой и так далее, и так далее, и так далее. Что это значит? Поскольку Украина не дает им этой победы, они должны ее взять по-другому. Итак, в Африке Пригожин уже готов, так сказать, к этой войне. Посмотрите видео, я там все это вам объясняю, мое предыдущее. Дальше он уже четко говорит, что, в принципе, все готово для соединения Калининграда, для того, чтобы сделать единое государство. И Калининград, чтобы был уже полностью в системе Российской Федерации. Ну, он же часть, правильно? Калининград же является частью России, Великой России. Она отрезана, как это может одна область быть отрезана от материковой России. Не может быть такого, да? Беларусь – это часть союзного государства, да. Значит, надо соединить. Кто мешает? Литва, Латвия, Эстония, Польша мешает. Очень Польша мешает. Под ногами крутится, так крутится, аж надоело. Поэтому надо начинать, как Петр Великий, Северную войну. Путин к этому готов. Он уже прошел этот восстановительный период. Все для этого готово. Итак, запев пойдет, как я понимаю, в Африке. То есть, все-таки удалось. Там им, как говорится, как там они поют в песне, то есть, что всюду Африка за них горой стоит, да. И, естественно, что Лаврус и его система контролируют Африку. И большую роль, кстати, играет Маша Захарова в Африке среди вождей. Она там признанный авторитет у них в разных, так сказать, состояниях и позах. Поэтому, как бы, Африка уже, западная Африка, уже фактически это является их плацдармом. И куда будет наноситься удар? Конечно, по Франции, по Макрону. Абсолютно будет зубы ломать, потому что там Лепен ждет. Лепен финансируется Россией. Она брала кредиты у них. Все. Она готова и она выполнит свою миссию по развалу Европейского Союза и НАТО. Все другие подключатся, в Венгрии подключатся, в Словакии фицепереволь, в Спилигрине победить, в Словакии... В общем, будет очень тяжелая ситуация. Вот. Дальше. А как только в Африке начнутся военные события, Украина никому будет не нужна. А вот дальше, следующий, так сказать, акт этого балета, это Балтийско-Северное направление. И вот по ком будет удар? По ком? Путину уже понятно, они определились. И вот, Понарина, послушайте, он все время говорит, что королевский режим, королевская семья Великобритании – это Карфаген. Там он какие-то третьи Карфагенки. Ну, какая разница, Карфаген. А Москва – это Третий Рим. Значит, Третий Рим должен уничтожить Карфаген. Для этого надо уничтожить Карла вместе с его этой конкорд-консорт-принцессой-королевой. Ну и дальше для этого надо уничтожить все королевские дома. Куда они пригласили сейчас, куда этого Зеленского. То есть, один из самых главных королевских домов, который вот это все вырабатывает стратегию мирового правительства – это Нидерланды, конечно. Нидерланды, это Люксембург, это Бельгия, это, конечно, шведская семья, это, конечно, же Дания. Вот это сейчас будет для них задача. Поэтому, в принципе, ну, как бы будет Вагнеру поставлена и Лукашенко двойная задача. Лукашенко должен страховать, а Вагнер должен пройти, вот куда он пойдет спасать русский мир – Латвию, в Ригу или первая будет Литва. Вот пока это сложно сказать. Ну, а дальше очередь за Польшей. Вот я так думаю. Вот если вы, как мы, вот я вам попытался найти, всегда надо первоисточники анализировать. То есть, Путин уже выстроился. Как только начнется африканская кампания, плюс они, конечно, мощно работают по уничтожению Байдена и Хантера его. То есть, чтобы, главное, лишить Украину денег, поддержки и оружия. Все. На фронте ничего не происходит. Фронт стоит. Работина, я вам говорил, это село 400, до войны было 480 человек. Там идти до этого самого, у них там Токма, кажется, или там Пологи. Короче, там идти чуть ли не больше 50 километров. Там дойти нельзя. Уже два, уже почти три месяца контрнаступления там прошли за 25 километров, за три месяца. А 50 километров – это еще сколько? Полгода надо? Так для оружия нет, ракет нет. Ф-16 будет через год, если будет. После дождичка в четверг на сухую пятницу. Абрамсов нет. Ну, короче, нифига нет. Нифига нет. Ну и Зеленский полностью уже себя исчерпал. Вывод делаем. То есть, они уже все определились, как они действуют. Со своими мировыми силами они определились логику событий. Эрдоган Путину уже не нужен. То есть, они уже выстроили другую систему. Другую. Хотя, может быть, Эрдоган будет нужен через Катар, вот, вывозить это зерно, Катар будет проплачивать. Но не обязательно. Неизвестно, как будет. Но Путин, как бы, уже они определились, кого, где, как надо бить. Поэтому, я думаю, что, поскольку Вагнер готов, то есть, он уже в состоянии нанести удар по Латвии. По Латвии так точно в состоянии нанести удар. Может, по Эстонии. Но Эстония им не дает преимущества. Латвия им лучше. Тут очень много русского мира. Они его будут защищать и так далее. Но такой бы я вам анализ сделал, дорогие мои. То есть, что делать? Ну, во-первых, еще раз говорю, быстренько вещи забрали. И идите туда, вот в эту линию западных Балкан. Там, где был сейчас Зеленский. Вот. Можно в Грецию, конечно. Там тяжело в Греции. Там язык непонятно. Там у них вообще там с этим Мицатакисом не поймешь. А вот Болгария, Сербия, Северная Македония. Даже Албания, Словения, Босния-Ерцеговина даже. Там замечательно вам будет. Там супер. Можно даже в Косово. По приколу. Потому что они будут сейчас вот так труситься. Тем более, они шли тоже в гарантию эту для Украины. И поэтому они будут там вас облизывать, чтобы ничего с вами не случилось. Они понимают, что без Украины им вообще капец будет. Поэтому действуйте. Действуйте. Уходите. Уходите. Поляки втянуты уже в противостояние. Латвия, Литва, Эстония – это жертвы. Не знаю, как там с Германией будет. В Словакию можно идти. И Словакия тоже неплохая. В Венгрии, вот уж я вам сказал. Румыния нормально будет. Румыния, Болгария. В Волдове тоже нормально. Там все-таки хорошая атмосфера. Овощи, фрукты и все остальное. Там у них даже кусочек моря есть. Туда ближе к Румынии. Вот такой бы я вам сделал анализ. Но можно четко говорить, что Путину Москва надоела. Он ее не хочет видеть в столице. Он хочет переместиться в Северную, формировать вот эту традицию Северную и перенести туда столицу, как это было при Петре. То есть он все время говорит, Петр Великий. Петр, то есть он себя соединяет. Смотрите, вот это, ну ладно, не будем называть. Он себя все время сравнивает с Петром Великим. Он определился, он будет это делать. Поэтому у Москвы будущего нет. Беспилотники будут летать, она будет деформироваться. В ней 13 миллионов населения, в ней 2,5 миллиона мусульман. Там еще всякие другие язычники, неоязычники. Это будет вообще клак. Вавилонская блудница. Вот сейчас страшная там у них трагедия произошла. Вот эти молодые дети, как жертву их принесли. У них был дождь, они поперлись в эти катакомбы, там, где вода течет. И там 6 или 8 человек их погибло, причем несовершеннолетних мальчиков. Это не просто так. На такие дни и так далее, и так далее. То есть Москвы уже нет. В том плане, что это не столица. Она уже не столица. Так что, ну и Путин, это Ленинград, и для Пригожина Ленинград. Это их, так сказать, первичная родина, малая родина. Вот. Ну и поэтому этот начал дергаться Патрушев. Ну с ним уже, я думаю, закончено. Потому что фаворитом в этих разведках Нарышкин сейчас главный фаворит у Путина. Ему очень нравится, что этот Патрушев лезет в эту сферу Нарышкина. Ну может я ошибаюсь, давайте посмотрим. Но в принципе ему Патрушев, как говорится, он слишком много знал. Он очень много знает. Поэтому Путин любит рубить концы. Очень классно любит рубить. И у него это хорошо получается. Ну давайте посмотрим, как это все будет происходить. Вот я вам сегодня такой анализ делаю. Смотрите, Соскиньюс, тоже там что-нибудь интересное сейчас сделаю для вас. Вы с Олегом Соскиным на Большом канале. Давайте, чтобы 125 тысяч у нас уже было бы быстрее. Подписывайтесь на канал, поддержите Олега Игоревича. До новых встреч. В Украине будут грандиозные перемены, я думаю. Зеленский добегался все уже вместе со своими пышными ермаками, канцеляриями, тараканами, шаурмами и всеми прочими. Уже все. Все уже. Так сказать, его период танцев и его, этой всей его, этой драматургии их, кто там им пишет это все, у них же такой тоже этот есть, которому Баканов пистолет подарил, да, Житков или как там. Вот, это все дело заканчивается, заканчивается, и шиферы заканчиваются, и кефиры, и молоко заканчиваются, все заканчивается. До новых встреч. До новых встреч.